Всем привет! С вами Наташа. Ну и решила начать видео с такого красивого момента. Короче, сегодня у меня уборка, меняю постель. Застеяла постель, а у меня коты так любят, когда чистая постель. Трюмина запрыгнула, а у меня здесь котик этот, который Маша связала, лежал. Думаю, дай-ка я этого котика дам. И всё, уже пыталась засыпать, а теперь решила поиграться. У меня сегодня видео про уборку. Сегодня планирую помыть, ну не все, сколько получится окон. У меня шкафы купе, поэтому работы много. Тоня видел, у меня у детей в комнате, в зале. И у нас в спальне вот такой вот шкаф. Сверху донизу одни зеркала. Ну, даже не зеркала, а вот эти панели тоже надо будет протирать. Коты у меня любят снизу ходить, моськами тереть и прыгать здесь тоже. Не знаю, из-за того, что у них моська вот такая приплюснутая, вечно у них сопельки, поэтому всё вот здесь вымазывается и, конечно, окна. Ну и сейчас бывают, залетают мухи. Это лето, поэтому мухи зеркала портят. Вот если видно, короче, в пятнышку всё. И я уже устала это всё вытирать и думаю, надо мне помощник. И приобрели помощника. Помогать мне сегодня в уборке будет вот такой робот-мойщик окон. Он не только окна моет. Видите, я вам зеркала показала. Он и зеркала. У кого душевая кабина стеклянная, ну или там под стекло, все разводы, все пятнышки тоже он хорошо убирает. Ну, я вот посмотрела, почитала отзывы. Сейчас будем проверять. И плитку даже в это моет. Но у меня большие территории, не знаю, боюсь, чтобы он не перегрелся. Но здесь есть пульт управления. Думаю, частями можно с передышками даже плитку помыть. Ещё у меня даже мысль закрадывалась, что может потолок из ссадинка. Но боюсь, что он рухнет вниз, поэтому не знаю. Если так, с подстраховкой можно будет и попробовать, моет он потолок или нет. Если он моет потолок, то это вообще вещь незаменимая. Вот так он выглядит внутри. Здесь получаются вот такие тряпочки для мытья. Надевается шесть штучек. Дальше это... Так, вот тут трос страховочный. Так, это, наверное, зарядка-аккумулятор. Дальше пульт, батарейки. И бутылочка, куда можно налить средства для того, чтобы всё мыть. Так, я его распаковала. Размеры у него немаленькие. Вот если с моей ладошкой, полторы мои ладони. Детских, может, две. Так, ну, я, знаете, давно смотрела и думала, как он работает. Я Антону говорю, он, наверное, на магнитах. Ну, с одной стороны и с другой. И на магнитах он ходит. А он говорит, нет. Вот здесь, получается, давление создаётся. Он присасывается, как вакуумом. И всё. И, получается, если электроэнергия выключилась, то, что он от сети работает. Здесь внутри есть аккумулятор, который держит заряд. И он начинает пищать, сигнализировать, что электричество выключилось. И вы можете его на тросике подтянуть к себе и забрать. Поэтому, ну, если что, если вас не было, допустим, вы не услышали, то страховочный трос, его просто надо зафиксировать к такому вот батарее, то, что не двигается там, к ножке стола, чтобы не поехал вместе с этим, с роботом. И всё, пришли. Надеюсь, конечно, что вы успели. Если не успели, то есть страховочный трос, который сделает так, что он далеко не упадёт и не разопьётся. Всё, так что сейчас с вами вместе будем испытывать, включим. Покажу это, как им работать, и сама посмотрю. И увидим с вами результат. Вот сейчас и окошко. Сейчас и окошко будем мыть. Раму я вначале протру, помою, а он уже будет мне намывать стёкла. Это хорошо для тех, у кого высокие такие, знаете, снизу до верха эти окна, и тяжело достать, у кого балкон и эти створки не раскрываются, чтобы их можно помыть, на высоких этажах, чтобы голова не закружилась. А у меня, получается, в доме так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Только в этом доме семь. Во времянке два окна, восемь, девять. У свекрови ещё, получается, тоже три окна. Дальше шкафов, три шкафа, ещё в предбаннике четыре. Здесь просто ходить с одной щёткой, поэтому если он будет мне помогать в уборке, это же будет вообще замечательно. Поэтому сейчас, думаю, погода такая на улице жаркая, то потом вроде как ветерочек, на улицу не выйдешь. В огороде я то, что смогла, поделала, кушать, наготовила, и сегодня, говорю, буду убираться. Поэтому сейчас быстренько всё здесь это протру. И с улицы сначала надо будет его впустить, чтобы он с сухими тряпочками протёр, чтобы грязь не развозил. А когда она сухую протрёт, я пульверизатором попрыскаю, и пускай убирает уже, моет окошки. А я говорю, буду заниматься другим. Мина устала играться и заснула. Ну, конечно, окно открыто, есть тут замечательно. Постелька чистая, балдеет. И так я всё собрала, положила. Мина пришла проверить, правильно ли я всё сделала. Крутила здесь, получается, для защиты верёвочку эту. Дальше наделала чехлы. Там, получается, в одной упаковочке сразу два чехла идёт. Подключила к сети и проверила, чтобы горела зелёная. Это значит, что он заряжен. Блок горит зелёный, значит, можно спокойно работать, зная, что батарея заряжена. Если электричество выключится, или он долго будет мыть окно, он не упадёт, ему хватит энергии на это. Так, кому интересно, я покажу технические характеристики, кто в этом разбирается. Смотрела, искала, сколько донопровода не нашла. Но я с трёмом очень длинный. Вот он на полу такой. Ещё здесь, получается, на тумбочке. Ну, метра три, наверное, точно есть. А может и больше, а может и четыре. Всё, ну, мне главное, что до шкафа достаёт. Всё. Всё, сейчас будем с вами чистить. Не знаю, видно вам или нет. Вот, видно. Я фонарик специально включила. Всё, вот это. Я сейчас средство нанесу на само зеркало. И включим. На сухую не надо, она уже чистая. Просто, ну, пыли как бы нет. Просто разводы это будем сейчас убирать. Так, смотрите, я нанесла на зеркало. Но немного, чтобы он не съезжал, не скатывался. Думаю, это будет достаточно. Можно на саму салфетку. На саму салфетку только по краям. Потому что если здесь нажмёте, тоже может плохо с этого схватываться. Всё, приступаем к работе. Надеюсь, она тебя не напугает. Сейчас посмотрим, какой шум будет. Так, чтобы его включить, надо нажать и удерживать. Чуть тише, чем пылесос. Так. Сейчас, наверное, с края начну. А как оно будет, когда мне все порадует? Ну, вот так и будет. Ты просто возьми ещё попши, как бы. Я всё пши. Ну что, присосалась, убирает. Мы здесь, Даша, на подстраховке. Вот, чтобы показать. Ой, как. Дашу видно, всем привет. Ну, прикольно. Я не сказала, что псина гудит. Пылесос громче. Я как ребёнок. Ну, подождём, когда вытрут всё. Надо было, наверное, сверху начинать. Как-то вниз пошёл. Ну, посмотрю, наверное, он будет два раза проходить. Сначала до низу, потом опять вверх. Ну, если что, можно пультом управлять. Смотрите, дошёл до нижней кромочки. И он по этой нижней кромочке ходит. Он её видит. Он дальше не идёт. Чистит, чистит. Ещё вначале, когда мы прижимали, плохо защелкнуло вот эти вот штучки, которые микрофибра. И он, получается, плохо присосался. Поэтому, смотрите, чтобы хорошо было защелкнуто. Вначале лучше проверять с самого низу, чтобы, если он отпадёт, нечаянно, не разбился. Ну, что, классно. Так, смотрите, мы сейчас дальше наблюдаем за его работой. И заметили, что вот эти точечки отмок. Если они сильно сухие, он не может их отмыть. Поэтому надо вначале... Даже где-то я это или читала, или видео сделал, что столько видео пересмотрела насчёт этого робота, чтобы как с ним работать. Ну, и там написано, что вначале надо попрыскать, чтобы оно всё отмокло. Потому что Даша говорит, мам, ты даже ногти в него можешь отодрать. Поэтому надо попрыскать, чтобы отмокло чуть-чуть. А потом уже пускать его, чтобы он шлифовал. Хорошо шлифует, но ещё когда эта микрофибра только ещё новая, наверное, такое дело ворсинки попадает. Но когда по второму кругу он проходится, то эти все ворсинки от микрофибры уходят. Ну, всё, он работа окончена. Желите, остановился. И он подаёт сигнал. Я даже не знаю, как вам заснять. Да, наверное, женат не покажут. Так чисто. Кое-где пылинки есть именно от микрофибры. Всё, отключаем. Так, решила проверить внизу. Вот где у меня коты чихают всё время. Смотрите, маленькое пространство, и он всё трёт. Вот, шикарно. Полничка. Я довольна. И зеркало там. Всё, уже все чистые. Молодец. Так что, это была бы мечта, когда стенку натирать, вот как у мамы в советские времена, помню, полиролью натирать. Мы сейчас на салфетку, вот, пять точечек по краям сделали, на одной, на другой. Поэтому уже не прыскаем, а именно салфеточки, они влажные, они протирают. Всё. Я говорю, полировать стенки было бы замечательно. Ну и сейчас у меня, говорю, он взял, поставил, и пускай полирует, вытирает. Ну, только немножко ему надо будет передышечку давать, чтобы он не грелся. Ну что, я в процессе. Сняла жалюзи, промыла в душе. Немножко шампуньку, так, и дождиком с двух сторон. Дальше сетку тоже хорошо промыла. Так, и промыла раму всю, откосы, с хлорочкой, потому что так вот после зимы здесь, в уголочках, бывает, знаете, конденсат и плесень. Всё отмыла. Ну и когда мыла, конечно же, ляпала на стёка. Не знаю, видно или нет. Сейчас постараюсь сфокусировать. Вот, немножко свет навела. Я думаю, видно. Во, видите, всё в потёках. Стёкла я не мыла. Ни с одной, ни с другой стороны. Только рамы. Вот тут грязь, всё видно. Сейчас включил, опускай. Сначала на сухую, с двух сторон с улицы, потом на влажную. Ну вот, я включила. Здесь батареи привязала. Тросик. И пошёл работать. Он сначала вверх поднимается, а потом начинает вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Если видите, что плохо протёр, то можно включить и второй раз. Но немножко скрипит, когда чистое стекло, когда хорошо он прижимается. Я немножко испугалась, думаю, скрип пошёл. А это он так натирает. Ну, немножко этот шнур придерживаю. Мало ли. Вот, видите. Ну, немножко уголочек не достаёт. Но ничего страшного. Пока на сухую. Потом попрыскаем. И пускай проходится. Ну, всё время снимать не буду. Потом покажу, как он их уже будет домывать. Ну, всё на сухую протёр. И сейчас я побрызгала с той стороны. И пускай на мокрую. Натирает, натирает. Вы видите, тут сухое было, а там ещё мокрое. Сейчас фокусирую. Он пока вверх поднимается, а потом будет начищать. Ой, довольна. Поставила чайник. Буду чай пить. И смотреть, как он мне окна моет. Классно. Сейчас моем. Смотри. Сурится, по-моему, хорошо. А всё закончит, покажу. Ну, всё. Закончила мытьё. Там, вверху, в уголочке. Сейчас покажу. Вот сейчас пройдусь. Видите, вот только чуть-чуть не достал. И там. А так прямо отполировал. Чистенько. Всё, я довольна. Сейчас это окошко. Дети прибежали и нам, и нам надо помыть. Так что сегодня уборка вовсю. Всё, работник одно окно помыл. Я уже сетку ставила. Чисто. Маша говорит, как будто качество улучшили. Смотрите, Миртл. Миртл. Нравится тебе? Классно, правда? Мне тоже понравилось. Смотрите, окно чистое. Супер. Так мы творите на плитке. Он присосался и работает. Пробовали на сайдинг. Он присосался и потом упал. Он тоже как вовремя словил. Видите, по плитке работает. Хоть она как бы с такими этими. Со швами неровности но работают. Буду смотреть, контролировать пока. Дошел до верха и моем. Ванна большая, поэтому на ванну не рискнула. А в туалете тем-то маленьким. Наливаю. Вот он замывает. Видите, до самого низа и закончил. Он будет пикать. всю стенку у меня овою. Уже видите, пикается. Он заканчивает работу. Ну все, на сегодня я уборку закончила. Нам всем понравилось. Надеюсь, и вам тоже понравилось. Присмотрелись. Может, кто-то себе приобретет. Потому что, может, у кого, знаете, высокие эти окна в частном секторе, то тоже не дотянуться. Машинка супер. Мне понравилось. Вот и окна, и зеркала, и плитку. Но только что потолок. Там, наверное, вакуум не получается, потому что потолок доском прибит. Вот там, где щели, наверное, разгомлютизация получается. А так, я довольна. И плоские поверхности, и шкафчики. Так что, если понравилось, можете себе приобрести, не пожалеете. Я довольна. Дети тоже. Все, на этом видео свое заканчиваю. Надеюсь, оно было полезным. Всем пока!